Устав поведения жены для мужа, блядь, я первая, я тебе говорю. Жена назначается, двоеточие, блядь, из наиболее подготовленных мужчине-девушек. Она отвечает, двоеточие, блядь, сохранности мусица в доме, денежных средств, пищевых запасов и поддержания порядка в доме. Хотя вторая, устава, между просим, жена обязана следить за распорядком в доме, сообщать свое местонахождение в любое время суток, знать количества человек в доме, по прибытию в дом посторонних лиц, узнать цель прибытия и доложить мужу. Третье, в случае прибытия мужа в нетрезвом состоянии не беспокоить. Удовлетворить, удовлетворить все его потребности, если муж дает команду, то же она должна быстро и в срок выполнить. И доложить мужу о ее выполнении. Третье, выдавать пищу мужу вовремя и в том количестве, которое и надобно. И в тот момент, когда ему потребуется вот это все. Третье, в случае принятия гостей в праздничные дни, она должна находиться рядом с мужем. Статья шестая. Жена принадлежит только мужу. Статья седьмая. Жена должна стойко переносить все тягости семейной жизни. У ей такая природа, блять. Правильно, статья восьмая. При появлении мужа в спальном помещении, жена должна принять форму одежды. Голый торс. То есть топ-плес. Как называют в зарубежном топ-плес. С голыми сиськами надо встречать его, блять. В спальном помещении. Статья девятая, между прочим. При отсутствии жены в доме, все обязанности с исключением статьи номер восемь, то есть где указывает топ-плес, и голый торс, возлагаются на тёщу. На тёщу родную, запомни этот устав и строго блюди его, блять.